Ну что, серьезно? Вы даже не думаете, что все закончилось? Ну это какой-то глупый вопрос, наверное. Нет, ну по игре. По какой игре? Да хватит. Мы сейчас с тобой не увидимся уже в Москве сколько, наверное, до следующего сезона уже? Мы увидимся скоро в Москве. Обещаешь? Через дня 4-5 увидимся, обещаю. Точно? Точно. Привет! Этой ночью Василий Подколзин забросил свою десятую шайбу в сезоне. Его гол оказался победным в матче против Айлендерс. Теперь смешно, что нападающему Ванкувера прогнозировали выступление в АХЛ. Ему там делать нечего. Игроки Металлурга внезапно забегали и переиграли Борис со счетом 6-2. Это первый раунд плывов к АХЛ. Видимо, магнитогорские ребята решили не уходить досрочно в отпуск. А ярославские решили. Локомотив проиграл второй матч ЦСКА. И после игры стало ясно, что ярославскому клубу будет трудно зацепиться за эту серию. Причина настолько явна, что ее понимают даже хоккеисты, которые выступают в команде. У Игоря Никитина нет вратаря. Эдвард Паскуали и во время регулярного чемпионата особенно не блистал. А в плывов совсем рассыпался. Это неплохой голкипер, который бы нормально смотрелся в Адмирале или в Амуре, но только не в клубе, который хочет выиграть турнир. Посмотрите на вторую шайбу в матче с ЦСКА. Абрамов наверняка бросал, чтобы голкипер спокойно поймал. Была бы смена вбрасывании в зоне соперника. И вдруг Эдвард пропускает. Иван Федотов таких ошибок не допускает. Да, была шайба Шолунова в первой игре. Несчастный случай. А до и после этого вратарь ЦСКА выглядел стеной. Поворотом Паскуали накануне нанесли 18 бросков. И он трижды капитулировал. Игорь Никитин на пресс-конференции все прекрасно понимал. После вопроса о вратаре долго молчал, а потом все-таки выдавил из себя. Мы одна команда, никого критиковать нельзя. Тренер говорил о том, что форварды должны забивать. Все верно. Они не реализовали свои моменты. Потому что на противоположной стороне нормальный мастер, а не легионер, который случайно оказался в КХЛ. Вроде бы в клубе теперь думают о том, чтобы в третьей встрече вышел Даниил Исаев. Но готов ли молодой голкипер к давлению? Артем, ты не восстановился, да? От чего? Ну, от этого дурацкой поездки. Нормально все? Ничего, нормально все. По-другому играешь. В плане? Ты всегда лучше играл, раз в 700. Да. Четыре недели, вы, видимо, сказались, да? Ну, подскажи мне, как меня добавить? Лучше было. Те надо четыре недели вернуть, потому что ты был в порядке, потом съездил на четыре недели без хоккея. Конечно, тебе очень тяжело. Я даже тебя не критикую, потому что, ну, видно. Может, регулярный сезон вернуть еще, доиграть игры. Трактор, ожидаемо, повел в серии с нефтехимиком 2-0. Накануне они переграли нижнекамцев со счетом 2-1. И пусть вас не смущает скромный счет. В плывов количество заброшенных шайб не имеет никакого значения. Нападающий салаватый Улаева Родион Амиров продолжает лечение в Германии. Но в российский хоккей пришла еще одна беда. Да что же такое? Под угрозой не просто карьера молодого талантливого игрока Ивана Мирошниченко, но и его жизнь. Теперь уже авангард подтвердил, что у хоккеиста серьезное заболевание. Не буду называть точный диагноз, но, к счастью, процент вылечившихся от недуга очень высок. А в мире были случаи, когда спортсмены побеждали и возвращались в большой спорт. Все это заставляет оптимистично смотреть в будущее Мирошниченко. Впереди долгое лечение. Даже в авангарде уже заявили о том, что, вероятно, хоккеист пропустит и следующий сезон. Рассказывают, что какие-то проблемы с функциональным состоянием Ивана стали замечать еще осенью. Да и помните, что перед молодежным чемпионатом мира форварда звали на сборы, а потом отправили домой. Тогда Сергей Зубов вернул, что состояние Ивана не самое лучшее и предположил, что он не отошел от ковида. Теперь понятно, что в декабре о проблеме Мирошниченко никто не знал. Но отмечали, что он как-то слишком резко сдал физически. Точнее, на коротких отрезках Мирошниченко выглядел вполне прилично, но очень быстро уставал, медленно восстанавливался. Хоккеист тогда вернулся в ВХЛ, продолжал играть, но было заметно, что Иван не в себе. Хотя иногда у форварда были довольно удачные отрезки. Но Мирошниченко перестал прогрессировать. Хотя было странно требовать от парня 2004 года, что он начнет разрывать взрослую лигу. Но теперь пришло время напомнить, как реагировали на игру Ивана. Помню, что все были... Помню все эти слухи по поводу того, что якобы Ротенберг запретил брать Ивана в сборную в отместку за отказ перейти в СКА. Да, экспертные мнения, что Мирошниченко не выдержал на взрослом уровне. Помню, кстати, что нынешний главный трейдер СКА очень удивлялся, почему его ругают непонятно за что. Он никогда не высказывался по поводу Ивана. Надеемся, что хоккеист вернется в строй и станет звездой российского хоккея. Это вот знаменитый Мирошниченко, это вы, да? Получается. Защитник системы Эдмонтона Дмитрий Саморуков продлил соглашение с клубом еще на один сезон. В этом чемпионате Дмитрия однажды привлекли в матче НХЛ, но его выступление закончилось конфузом. Минус два за три минуты во встрече с Сент-Луисом. И последнее. Нападающий питерского Динамо Павел Эртенберг стал первым хоккеистом российских лиг, который попал под западные санкции. Не простили ему шайбу в ворота Молотов в декабре. До этого-то Павел не забивал два года. Что ж, теперь нам, видимо, иголы запретят. До свидания.